Добрый вечер, дорогие друзья, на улице Дождь, в студии очень уютно, очень приятно. Мы тут, пожалуй, проведем вечерок. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Андрей Черногоров сегодня здесь, и у нас сегодня интересная тема и интересный, очень молодой с точки зрения бизнеса, владелец и хозяин крупного, так скажем, нескольких крупных бизнесов, холдинга, фабрики окон, агентство контекстной интернет-рекламы, Адвентум и, Артем, что еще, третье, у нас просто не записано, третий бизнес. Третий бизнес называется «Фабрика небес», это натяжные потолки. Это вы сейчас слышите, Артем Агабекова. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я, небольшое вступление, и дальше мы начнем, как бы, воспитать. С удовольствием. Вы знаете, обычно, когда речь идет про строительный бизнес, про окна, про двери, извини, Андрей, за больную тему, про окна, про двери, про полы и так далее, представляется некоторый такой сибиряк, прожженный прораб, пройдоха. Ну, ладно, почему пройдоха, прожженный прораб. Человек, который, значит, пришел из строительства. Перед нами сейчас сидит изящный молодой человек. Можно сказать, гламурный. Абсолютно гламурного вида, да. Это скорее больше похоже на интернет-босса, чем на все, что он перечислил до этого. И история у него такая очень необычная. То есть, вот, это заход не со стороны производства, а заход со стороны сейла, причем такого изящного, со стороны рекламы, со стороны маркетинга. У нас еще таких людей не было. Артем, расскажите, как все начиналось и почему, и права я или нет в смысле вашего прихода в этот бизнес. Спасибо за комплимент по поводу большого бизнеса. Я думаю, что пока это еще не так. Пока еще мы все начинаем, мы все еще только учимся. И я себя скорее воспринимаю не крупным предпринимателем, а я себя скорее воспринимаю учеником, который не боится делать ошибки и на этих ошибках учиться. По поводу прорабов, строителей и людей с мозолистыми руками, которые там собирают и продают окна, вы правы, это скорее поколение оконных предпринимателей первой волны. То есть, вот в середине 90-х годов, когда все начиналось, действительно люди, которые ставили цеха, вот, они были такими. И на тот момент окна, это было в большей степени производства. Сегодня, если мы работаем с вами на розничном рынке, на розничном московском рынке, который очень к себе требовательный и не терпит каких-то ошибок, то мы занимаемся услугами. И сегодня скорее на этом рынке побеждает тот, кто умеет как минимум удовлетворить потребности клиента, а как максимум предвосхитить их. Поэтому этот рынок становится все более таким маркетинговым и все менее производственным, потому что произвести может кто угодно, да, важную услугу оказать качество. Расскажите про себя, как вы пришли в этот бизнес и чем занимались до этого? Почему вообще окна-то? Вы можете заниматься клубным бизнесом, судя по внешнему виду. Вы учились в Германии, в школе и в институте, наверное, я так понял, правильно? Раслили дипломаты, правильно? Да, да. Это же МГИМО, дальше там... До ОКОН как до Сибири вообще. Расскажите, как вы сюда попали? Если бы было МГИМО, наверное, была бы другая история. Не я выбрал окна, а скорее окна выбрали меня. Ремонт что ли делали? Нет, нет. Хотя, наверное, многие люди приходят к этому бизнесу после того, как делают ремонты. В 1996 году я вернулся с обучения из Берлина и выбирал компанию для себя. Выбор был следующий. Я выбирал между компанией Bayer, как сейчас помню, между компанией Carl Zeiss, это оптика, и между компанией KBE Kunsthoff Productions, это производитель пластикового профиля. То есть, что делают окна. И мне очень понравился в последней компании руководитель, и сознательно или бессознательно я сказал себе, что, ну, прикольный дядька, вот, мне было бы с ним интересно работать, вот, мне было бы с ним интересно сотрудничать. Немец руководитель или русский? Немец, немец. А на какую позицию вы приходили? Развивать продажи профиля ПВХ по России в сейлз. Да, да, причем я учился всему, но только не сейлзу. А чем вы учились, кстати? И не маркетингу. У меня экономическое образование, вот, я экономист, вот, и будучи экономистом, я считал, что, ну, вот, да, буду работать по этой специальности, вот, но только лишь спустя какое-то время я осознал, что, как здорово, что я по этому пути не пошел, потому что это была явно не моя история. То есть я не был бы счастлив, если бы я пошел бы по пути экономиста. Образование вообще не помогает никак? Ну, немецкую компанию он устроился. Ну, то есть один раз помогло в самый важный раз. Оно помогло в каком плане? Оно помогло в плане приобретения, скорее, каких-то культурных навыков. Культурных? Культурных навыков. Другая среда, другая культура, другое конкурентное поле, другие скорости, да, другие принципы, другие порядки. Но у немцев конкуренция пожестче, чем у нас. Пожестче, да? Да. А в чем это выражается? Очень интересно. Потому что до этого у нас был совершенно другого профиля. Человек, он наоборот, говорит, что рынок был расслабленный, что легче оформиться, легче запуститься и так далее. Нет? Я так не считаю. Расскажите, Артем, интересно. Я так не считаю. То есть, ну, просто если посмотреть на там макроэкономику, то почему-то мы увидим, что огромное количество немецких компаний имеет председательство в России, да, и ведут здесь успешный бизнес. Но почему-то, за исключением там Газпрома и кого еще, там нефтяных компаний, крайне малое количество российских компаний имеют председательство в Германии и успешно ведут там бизнес, да. И почему-то, когда мы говорим об автопроме, то почему-то мы вспоминаем о Жигулях с такой кривой ухмылкой, да, а в качестве авторитета в себе там ставим какие-то немецкие марки. То есть, это о чем говорит? Что на выходе люди работают, ну, не буду говорить быстрее или лучше, но они просто жестче работают. Вот. И вот эта расслабленность, это скорее расслабленность снаружи. Внутри все жестко. Ключевой фактор – это что? Это именно динамика или качество, или требования, или что? То есть вот… Четкость процесса. Регламенты, исследование регламентов, дисциплина внутренняя. То есть вот что ключевой фактор для них является, как вы думаете? Вот лет 8, наверное, назад учился на каком-то небольшом стратегическом семинаре, посвященном стратегии управления. Это был немецкий семинар для немецких предпринимателей. И там тренер сказал такую немножко, такую фразу, следующее содержание. «Запусти голого немца в лес, он оттуда через 5 лет выйдет на Мерседесе». Торфу, Флой, это все. Запускали их в лес в 41-м. Честно. На этом условии, конечно, условно говоря. На этом условии, я условно говоря. Да, это я не верю. То есть вы считаете, что предприимчивость является основным фактором? Доскональность. Они более основательны в том, что они делают. Они, может быть, если говорить про творчество, может быть, оно не настолько сильно выражено у них, как у Италов или у французов. Но немцы чертовски хорошие технари. Они очень много внимания, денег, сил, энергии вкладывают в исследование. Наверное, я не буду больше немцев как-то хвалить. Вы на них проработали 7 лет. Довольно хорошая карьера, крупная компания, у вас хорошее образование. Что дёрнуло пойти в предпринимательство? Ведь это кошмар предпринимательства. Почему? Ну, так не хватало азарта, драйва. А сейчас бы пошли, Артем? Пошел бы, да, я абсолютно не жалею. А наоборот, пошли бы работать топ-менеджером в крупную компанию? Боюсь, что нет. Боюсь, что я бы уже не смог. То есть это генетика? Нет, это не генетика. Объясню. 7 лет мы занимались развитием оконного рынка в России вместе с командой. Командой КБЕ. Там было несколько людей у руля. И спустя 7 лет эти люди росли. Я рос тоже вместе с ними. Открывали все новые и новые компании, производители окон. Эти компании росли на моих глазах. И к 5-му, к 6-му году я уже скорее был таким играющим тренером. Я не столько профилей продавал, это неинтересно. А я больше людям рассказывал о том, как нужно вести, как мне кажется, оконный бизнес. И у них это неплохо получалось. 7 лет спустя эта команда перешла в другую профильную компанию. И предложила мне пойти вместе с собой. Я подумал, что как-то это будет не очень уже оригинально. То есть это прожитый опыт, через который я уже однажды прошел. И нет новизны. И не хотелось бы уже это все повторять, тем более, что время прошло. И уже возраст другой, и рынок другой. И спросил себя, почему бы тебе не сделать свою оконную компанию. Тем более, что вроде как, ну судя по советам, по рекомендациям и по тем действиям, которые делали клиенты, все выглядело довольно логично. 2004 год, не так давно. Рынок уже устоялся более-менее. Да, рынок вообще заполнен. Я тут готовилась в программе и провела небольшой такой блиц-опрос. И знаете, мне куча народу рассказала, что оконная фирма, это же замечательно. Мы можем ее сделать за полчаса. Там нужен небольшой стартовый капитал. Там снять 3 квадратных метра в каком-нибудь торговом центре в качестве офиса. Приобрести поддержанную линию. Это я просто, я зачитываю то, что именно говорили. Можете даже поддерживать. Приобрести поддержку на уровне мощностью 25 окон в смену за 25 тысяч долларов. И еще нужна грузовичок типа «Газели». И все, значит, типа бизнес у тебя в кармане. И таким образом таких бизнесов миллионы, я так понимаю. Правильно? Да, да. Много сбитых самолетов. Сбитых самолетов. С такими историями начинаются и заканчиваются. А что было в 2004 году? Когда вы пришли на рынок, какую нишу вы увидели? Почему вы посчитали, что сможет на этот рынок войти и быть там успешным? А именно по той простой причине, с которой вы начали, что действительно очень много компаний производственного толка, да, и очень небольшое количество компаний до сих пор такого вот маркетинга, услугового толка. Очень интересно вот маркетингового толка, потому что, вот вы знаете, вот я на протяжении там своей жизни делаю постоянно стройки, какие-то ремонты. И меня вдруг поразило совершенно, вот последняя стройка, это вот сейчас заканчивается. И меня поразило, что в принципе, в целом уровень сервиса в России относительно там 95-го года не сильно изменился. Да, это так. А вот, Артем, расскажите... Причем в строительной отрасли, надо заметить, крутится наибольший объем денег не только в госсекторе, но и в частном секторе. То есть люди тратят на ремонт денег больше, чем там на машину, там на что-то еще, там на одежду. То есть это, ну, самое большинство расходов. Артем, расскажите, вот это ваш термин, услуга маркетинговая... Ориентация. Это очень интересно. Маркетинг толк. Толк, да. Это вот что это за теория? Или это практика? Что это за практика? Да. Вы знаете, это, наверное, сегодня это необходимость, потому что я с вами абсолютно согласен, что рынок услуг в России, он не только в области ремонта, он находится на таком зачаточном уровне. Вы можете взять практически любой бизнес. Вот единственный бизнес, который, я могу сказать, чувствует себя хорошо в этом плане, это ресторанный бизнес. То есть там, спасибо Новикову, я уже с ними, там есть действительно достойные примеры, где ты получаешь... Европейский сервис. Даже выше, действительно. И даже выше, и даже выше, действительно. Вот все, вот берешь следующий пример, автосервис, зубные клиники, не знаю, химические... Отели туда же. Отели. Химические, да, уже абсолютно. И везде, где мы выходим за рамки какого-то регламента, везде, где мы входим в сферу взаимоотношений представителей компании, которые оказывают услугу, и клиента, через каждый шаг у нас неоправданное ожидание. У нас разочарование наступает. Поэтому, какой рынок, такие услуги. То есть вы увидели нишу в сервисе, то есть вы, ну, как бы, действительно, клиенты были недовольны, вы это видели, и вы подумали, что сможете делать лучше. Как? Я думаю, что это осознание, оно пришло спустя какое-то время. То есть мы не вышли в 2004 году, все такие там... В белом, все в белом, в белом. Все такие, да, все такие клиенты ориентированные и там прозревшие. Нет, мы сделали ставку на тот момент на продажу, и мы сделали ставку на тот момент на активную рекламу в интернете. И скорее вот это было тем порохолым стартовым зарядом, двигателем, да, который нам помог как-то сначала там стартануть, и стартануть очень динамично, вот, взлететь. Вот. То, что необходимо клиента не просто привлечь, а то, что необходимо клиента удержать за счет качественной услуги, вот это осознание, оно пришло спустя какое-то время. Артем, ну у нас прямой эфир, и поэтому мы, чтобы не узурпировать время, дадим возможность задать вопрос слушателям. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Да, да, вас слушаем. Хотел спросить, вот почему, как бы, несмотря на большое количество заказов, производство пластиковых окон, все еще у нас сохраняется в таком кустарном виде? То есть это небольшая организация, там, человек на 10, в подвале. Почему нельзя производство поставить, наконец, на промышленную? Серьезно, ну у него же 500, почему? Да, почему вопрос? Спасибо, Наш, 651099,6, телефон прямого эфира, еще раз, 651099,6, финнам.фм, принимаем вопросы через сайт. Ну, то есть вам общий вопрос? Ну, я могу ответить, без проблем. Давайте. Да, ну, то есть этот рынок, он, как любое другое, он постепенно глобализируется, то есть есть порядка, наверное, там, 15 компаний, которые, ну, правила Паретта, там, 20-80, да, то есть 15 компаний, которые делают 70-80% рынка, вот, и эта компания совсем, ну, не подвального типа. Их размер какой средний? Как ваша, больше, меньше? Плюс-минус, я думаю, что начинают, там, от 200 человек в компании, вот, ряд компаний. 200, то есть от 200 до 1000 человек, вот это вот рабочий объем самых крупных компаний на рынке ОКОН. Да. Хорошо, давайте все звонки, вопросы после короткой рекламной паузы. Мы вас примем, да, обязательно, мы дадим возможность поговорить с Артемом, это действительно интересно. Через минуту мы продолжаем прозрачный бизнес. У нас сегодня Артем Агабеков, владелец фабрики ОКОН и еще целого ряда бизнесов. Ну, мы запускаем дальнейшие вопросы, мы даем возможность слушателям с вами пообщаться. Добрый вечер, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Здравствуйте, Коля, задавайте вопросы. Я хотел бы, вот, чтобы ваш гость подтвердил или опроверг. Буквально год назад я устраивался в одну из крупных организаций по производству ОКОН. И первый вопрос, который мне практически задали, я юрист по образованию, умею ли я уходить от налогов? Нормально понимаю, что вы не можете по-другому работать. Хороший вопрос, нормальный вопрос. Мы бы тоже вам задали, если бы на работу принимали бы. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. Ну, вопрос такой, немножко генерализирую. Перешли на белые схемы работы все или еще есть люди, которые там... Есть ли возможность работать в белой, давай по-другому спросим. Нет, по-другому. Есть ли еще люди, которые работают в черную, так скажем, кто за наличные окна ставит и так далее. Я думаю, что существует легальная схема по оптимизации налогов, которыми так или иначе компании не только в нашей отрасли, а во всех других отраслях они пользуются. Во всем мире вообще, не только в России, да, конечно. Да, поэтому здесь, ну, это нормальная практика, если работать по-другому, то компания будет просто неконкурентно способна. Понятно, поехали дальше. Добрый вечер. Радио потише немножко делайте, дай ваш вопрос, пожалуйста. Как вас зовут? Да, 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 Алексей меня зовут. Какой у вас красивый бас. Мы вас слушаем. Хотел такой вопрос задать. Касательно деревянных окон и их востребовательности вообще. Нужны ли кому-то деревянные окна? Да, спасибо, Алексей, за вопрос. Это вообще отдельный рынок или это конкурирует с пластиковыми? Смотри, какой сегмент дерева, смотри, какой сегмент деревянных окон. Есть сегмент деревянных окон, которые, проще могу на примере автомобильных марок провести. То есть, если мы берем пластиковые окна и это такой хороший добротный Volkswagen, там Passat, например, то есть сегмент деревянных окон, которые находятся в сегменте Audi. То есть, они отъедают часть рынка пластиковых окон на себя и конкурируют с ним по цене. Там на 20-30-40% являясь дороже, чем пластиковые окна. А есть сегмент деревянных окон, это такой, ну, абсолютно эксклюзив. Ну, вот, на примере автомобильных марок, это Bentley, который рынок сам по себе, он никак не пересекается с рынком пластиковых окон, и клиенты не пересекаются. Ну, я понял, вы в данном случае дипломатичны, потому что я подозреваю, что вы работаете на обоих рынках. Да. Артём, а вот что? Ну, реально, себе бы поставили то, что. Да. Хороший вопрос. Отвечу дипломатично, у меня дома стоит пластик. Почему, Артём? Ну, потому что дерево ставить некуда. Некуда. Это долго, да, действительно. А ведь есть разница в, я понимаю, внешне есть в тактильных ощущениях, а в потребительских свойствах есть разница между пластиком и деревом? Между, вот, как шутит мой партнёр по вот дорогому дереву, дерево алюминий – это самые дешёвые окна. Потому что, если считать не стоимость приобретения, а стоимость эксплуатации, то это, по сути, вечный продукт, у тебя эти окна простоят там в несколько раз дольше, чем пластик. Если ты хочешь жить вечно, ты покупаешь… Ну, понятно. В общем, это такая… У нас в студии маркетолог, мы не можем с этим ничего сделать. Человек грамотный, конечно, так просто не пробьёшь. Скажите немножко ещё про отрасли. Сейчас напомню телефон 651099,6. Вот у меня такой вопрос. Почему сами производители профиля, фирмы, в том числе, в которой вы раньше работали, КБЕ, Калевы и так далее, то есть, почему не идут сами в продажи? Почему они предпочитают модель, когда установкой, изготовлением конечного продукта занимаются, ну, локальные какие-то фирмы, а не сами идут, не продают эти свои изделия? Потому что это распределение рынка, так же, как, допустим, производитель фар Хэлла, он не производит сам автомобиль, да, или производитель, там, коробки сцепления или передач, там, ЗТФ, он тоже не производит сам автомобиль. Здесь есть рынки, на которых каждый игрок специализируется. Их рынок – это жёсткий B2B. Это не только компании, которые работают с частником, это всякие производители под корпорацию, под домостроительные комбинаты, которые тоже имеют свою линию по производству окон. Поэтому у них структура спроса, она тоже неоднородна. А вот если строится большой дом, и, ну, переходя к рынку B2B, который у нас, я так думаю, что у нас в стране и B2B, и B2G, это самые такие большие всё-таки рынки в итоге по объему денег, строится большой объём жилья сейчас, и там, и социального, и бизнеса, и элитного, где закупаются окна, которые там стоят? Это в итоге закупаются у вас же или какая-то другая схема? — Существуют разные схемы. Есть такие компании, как, например, PIK. У них стоит своя собственная линия по производству окон, и они окна монтируют в панели, насколько я помню, не отходя от производства своего, да, и везут уже смонтированные панели вместе с окнами. Если эта компания поменьше, то она размещает заказы, корпоративные заказы, на компании, которая специализируется именно на такого рода производстве, потому что это не совсем и то, и другое окно, и то, и другое пластиковое окно, но окно, которое рассчитано на корпоратив, на корпоративный заказ, оно очень здорово отличается по своим функциональным особенностям и по своему качеству от окна, которое рассчитано на частника. — Артём, а вот давайте перейдём к маркетингу, потому что вот для меня всё-таки чудом является то, что вы в 2004 году при достаточно занятом рынке, и, ну да, были какие-то наработанные связи. А вы, кстати, на свои деньги поднимали фирму или кредит брали? — Нет, на свои деньги. — Просто своими рискнули. — Так вот, рынок был огромный. Я помню, там были вот эти миллионы этих объявлений, там уже к этому моменту уже были окна роста, я не помню. — Были, были, были. — Там были крупные, были. Вот что, вы фотографировали голых женщин в окне. Как вы выделились из этой массы? Ведь самое тяжёлое — это прорваться через вот первый заслон. Что вы сделали, чтобы, как бы, клиент на вас обратил внимание? — Ну, три вещи важны в бизнесе. Это бренд, культура и каналы коммуникации, да. И мы начали, на тот момент мы этого не знали, но вот так случилось. — Интуитивно, да? — Интуитивно, что мы начали с каналов коммуникации. И вот в тот момент, когда все участники оконного рынка, они тренировались и давали… — Из рук руки. — Из рук руки и к строям, и там с голыми, и не с голыми женщинами, и с прочими объявлениями, мы пошли в интернет. А интернет был на тот момент такой нью-медиа, который, как оказалось, сильно недооценён. — В контекстную рекламу или в прямую? — И в контекстную, и в прямую. Тогда такого сильного разделения не было. Тогда были, ну, другие цены, и очень платежеспособная аудитория сидела там. И вот мы воспользовались тем, что наши конкуренты пришли спустя, там, полтора-два года, и, по сути, там, вот первое время чувствовали себя сухо и комфортно. — Ничего себе! То есть у вас было два года фуры? — Ну, по большому счёту, да. — Почему так медленно реагировали конкуренты на это? — Ну, надо о них спросить. — Они же тоже сидели в интернете, все это видели. Ну, хорошо. И как вы начали развиваться? То есть вот пошли продажи, у вас сначала производства, собственно, не было? — Не было производства, да. Мы занимались только торговлей, и, наверное, это ещё и объясняет рост. Потому что, вот, когда ты занимаешься своим производством, это отвлекает. Да, это тоже... — Но зато вы отвечаете за всю цепочку целиком, и вы можете отвечать за качество сервиса, правильно? — Абсолютно верно. И это та причина, по которой мы потом были, по сути, вынуждены открыть своё собственное производство, чтобы отвечать за всю цепочку целиком перед лицом нашего заказчика конечного. Мы концентрировались на маркетинге, и мы концентрировались на обучении продавцов. У нас появился очень рано толковый учебный центр по подготовке как консультантов, так и менеджера заказа. — Ну, а вы там их били, током пытали. Как вы заставили этих людей работать качественно? — Мне кажется, нельзя... — Бить нельзя. — Бить нельзя продавца. У него такая тонкая, ранимая душа, он обидится и уйдёт. Да вообще никого бить нельзя. Мы подбирали людей, которым бы это было интересно, как продажи. То есть мы подбирали таких азартных людей. И очень часто на тот момент компании оконные выбирали себе замерщиков, и у них основным навыком и компетенцией была компетенция мерить окна и какие-то технические навыки они должны были иметь. А мы скорее подбирали людей от... — Которые мерили и продавали одновременно? — Да, которые были бы по духу продавцами и учили бы их мерить окна. — А девушек не пробовали набирать приятные внешности? — Более такие эксперименты. — Провалились? — Вот как-то массовыми они не стали, потому что всё-таки эта работа более мужская. И сегодня распределена функция... — А почему, кстати, красивая и изящная девушка меряет окно, стоит на окне? — Это же просто... — Порекомендуешь другу? — Порекомендуешь другу, да. — Но как-то они не особо сильно соглашались. — А, девушки не соглашались. — А вы даже не платили? — Они скорее нас соглашались на работу консультантов. Как-то вот гендерно так распределилось, что консультанты — это девушки, а менеджеры заказывают мальчики. — Скажите, а почему до сих пор в интернете нет нормального конфигуратора окна? — Какие вопросы задаете? — Ну, это больное, мы же пытаемся делать ремонт. — Да, я всё пытаюсь заказать все окно. И мне, честно говоря, хочется... Я, наверное, не звонил вашу компанию, но, честно говоря, звонил компанию конкурента. Значит, мне хочется минимизировать общение с теми прекрасными менеджерами. То есть мне хочется, чтобы я зашёл в интернет, там... — Сам с собой пообщался? — Да, сам с собой пообщался, и в итоге мне привезли продукт, который я заказал там. — Мне кажется, что практически в любой сфере после того, как ты воспользовался услугами, это сфера первой мысли, которая к тебе приходит, а почему мне делать это самому, если такая свободная поляна, и люди так работают. Отчасти это связано с тем, что это довольно сложный технический продукт, и калькулятора на сайте его недостаточно для того, чтобы сделать точный расчёт, потому что есть масса технических нюансов, которые нужно знать, и которые специалист должен изучить на объекте. Мы делаем предварительные расчёты, это достаточно для того, чтобы человека сориентировать по бюджету плюс-минус, да, и всякий раз мы отправляем сейл-менеджера заказа, чтобы он сделал точные замеры, не только по габаритам окна, но и также ещё и замерил климат внутри помещения для того, чтобы порекомендовать наиболее подходящее окно. То есть вы считаете, что для сейла полезное личное общение? Я правильно перформирую ваше объяснение? Выявление потребностей – это первая задача сейла, потому что клиент сам не знает, что ему нужно, да, он понимает, что ему нужно окно, а окон существует там много разных видов, да, и он именно для этого обращается к тебе как к специалисту. И на объекте происходит допродажа, да? Вы знаете, на объекте происходит, может быть, допродажа и более точное формулирование потребностей клиента, то есть я когда прихожу к врачу, я говорю, у меня болит, да, я не говорю, что доктор, обратите внимание, пожалуйста, на мою двенадцатиперстную кишку, да, я говорю, доктор, помогите мне. Вот точно так же и с окнами… Знаете, я прощу прощения, что перебью, наверное, было бы лучше всё-таки приходить со вторым, тогда хоть есть вероятность, что вылезут правильно. Ну, лучше вообще не болеть. Ну, Артём, ну, я не могу не остановиться, мы так привязались к окнам, ну, во-первых, потому что это, как бы, действительно бизнес, да, это интересный бизнес там, да, и интересно, как на занятом рынке, но пока, вот сколько я вас слушаю, всё-таки основным и сердцем является, и поэтому вы, наверное, сделали агентство контекстной интернет-рекламы, являются способы. То есть у вас, насколько я понимаю, у вас прикалывают методы, то есть у вас получилось, то есть вы взяли практически безнадёжный проект, он у вас получился, потому что вы выбрали правильный метод, правильно? Ну, он не настолько у нас был безнадёжный, вот, он был прикольный, вот, он и есть прикольный, и это проект, который позволяет экспериментировать. То есть нету, чем хорош этот рынок, тем, что он позволяет практически любые эксперименты над собой ставить, потому что, ну, допустим, говоря о маркетинге том же самом, никто сегодня толком не работает с существующей клиентской базой, да, то есть программ лояльности в оконном рынке, их раз-два и обчёлся. А как, вы же поставили окно, а на 30 лет вы там пишете на сайте, что оно услужится. Да, а правда жизнь заключается в том, что мы сегодня настолько высока конкуренция стала в интернете, в том числе, да, что тебе клиента первично привлекать через интернет уже стало невыгодно. То есть настолько высока там конкуренция. То есть стоимость клика уже такова, что… Высокая стоимость клика, и люди, они, ну, просто нету анализа, да, и нету какого-то, нету экспертизы и опыта. Люди, ну, не считая тратить деньги на привлечение клиентов, потому что там где-то довольно, там нужно время потратить и определённый опыт, чтобы подсчитать, ну, стоимость привлечения одного клиента. И вот по факту получается, что это работа ради работы. Деньги зарабатываются сегодня на выстраивании отношений со своей лояльной клиентской базой. И все те предприниматели, которые мне сейчас слышат, не обращаясь, пожалуйста, рассматривайте привлечение клиента через интернет или через оффлайн, не как самоцельную и самостоятельную продажу, а рассматривайте это как инвестицию. Выстраивайте с этим клиентом долгосрочные партнёрские отношения, и будет вам счастье. Потому что тогда… Вот золотые слова, на самом деле, я бы прям их вот вынесла на фронт нашей программы. Золотые слова. Артём, а на практике, вот если, это классный принцип, здорово, если во всех бизнесах его будут исповедовать, но на практике, вот человек купил окно, да, оно служит, ну, хорошо, ну, если не 30 лет, то, ну, ряд 5, наверное, прослужит. Но в течение этих 5 лет, если ему позвонит менеджер из фирмы ОКОН, да, он спросит, как у него дела, всё ли ему хорошо живётся, но что он может ему в данном случае продать? Может, этот человек, он может стать агентом, может стать агентом влияния, как позитивным, так и негативным. Если этот человек доволен, ОКОН – это, как правило, та продукция, которая распространяется на такую, через устную пропаганду, да, через вот от соседа к соседу, от коллеги к коллеге, ты у кого ставил, там, доволен, доволен, абсолютно верно, да. И мы можем получить деньги от этого клиента только один раз, да, но если этот человек остался нам лоялен, да, он может стать нашим агентом бесконечное количество раз. Да, и именно здесь начинается основная работа, и именно здесь начинается основная продажа. Сегодня недостаточно это окно привести и поставить, а сегодня, если ты хочешь, чтобы работала вот эта схема, человек должен сказать, вау, мне понравилось, чтобы это стало поводом для следующего разговора, там, с коллегой за обедом на завтра или на послезавтра. Вот это высший пилотаж, вот к этому надо идти. Давайте звонок примем, я сейчас подожду. Да, а то мы забыли про предпринимателей. Добрый вечер, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна, я хотела бы задать вопрос гостю. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня интересует, почему, несмотря на высокую конкуренцию, стоимость окон остается высокой? Спасибо. Ну, смотришь, такое высокое, да. А сколько высокое? У меня, например, по статистике цена на окна из ПВХ в последние 10 лет упала в два раза. Да, это похоже на правду. А это выше, чем в Германии, вот такой вопрос, насчет высоты стоимости. Дадим ему возможность ответить, тут девушка ему вопрос задала, а мы... Артем, отвечайте на вопрос девушке. Анна, простите. Анна, да. Да, ну, действительно, стоимость окон, она за последние 10 лет упала в разы, да. А вот средняя сумма договора сегодня составляет 60 тысяч рублей, да, это плюс-минус, там, двухкомнатная квартира, вот в таком более-менее базовом варианте. Это сколько вон в двухкомнатной квартире? Два? Три. Ну, да. Две комнаты и кухня. Да, вот, поэтому, смотря как считать... 60 тысяч рублей, то есть была раньше, сколько, 600? 120 тысяч. В эти 10 тысяч. В два раза. А, в два раза. Это не умеется, наверное. Да, поэтому относительно общего ремонта я не думаю, что это дорого, вот, как мне кажется. Ну, да, мне тоже кажется, что... Так, давайте напомним, 65, 10, 99, 6, вопросы задавайте у нас в гостях Артема Габекова, владелец фабрики окон. Да, просто по сравнению с Европой, можно сказать? А, есть минимальный уровень, ниже которого просто работать невыгодно, да, то есть ты, вот, если говорить по поводу прибыльности бизнеса, да, то это на самом деле тяжкий труд, да, и здесь нету сферы заработков, здесь много пота, крови и слез, да, и нереальная сезонность. Поэтому люди, которые... Во-во-во, вот про сезонность хотела. Вот, Артем, меня это прямо вот сжет изнутри. Ведь, вот, у вас количество людей рассчитано на пиковый сезон? По-разному. По-разному. Вот как вообще, вот, как устроено... Чем вы занимаете людей в несезон? Чем вы занимаете людей в несезон? Хороший вопрос. Сегодня мы думаем над тем, чтобы этих людей занимать в несезон смежными бизнесами, такими, как потолки и такими, как двери, потому что это все те элементы обустройства квартиры и ремонта, которые идут после окон. И если человек остался нами доволен, как поставщиком услуги, да, если он остался доволен нашими людьми, то он с удовольствием придет и воспользуется нашим предложением по потолкам и по дверям. Вот. А у этих рынков, у них немножко смещен сезон. На лето или когда пик? По окнам это осень. А, перед зимой, чтобы не дуло? Да. Ну, как обычно, люди готовятся, когда вот с первыми холодами самое такое вот начинается. Ну, мы сейчас прорвемся на короткую рекламу и вернемся к вам немедленно в студию. Итак, мы возвращаемся к Артему Агабекову, владельцу фабрики АКОН, агентства контекстной рекламы «Адвентум», фабрики «Небесы». А двери – это отдельный бизнес или под этими брендами? Он будет под этими брендами, это будет суббренд. Артем, мы вас так ждем с дверями. Мы можем сказать так. Сейчас барьеры для входа на рынок выше, чем когда вы приходили. Да, сейчас конкуренция выше. Она на уровне, знаете, этот рынок стал, может быть, таким более интеллектуальным, что ли. То есть больше стало компанией, которые бы разбирались в маркетинге, в продажах. Люди начинают понимать, что оправдание ожиданий – это самая лучшая продажа. И я знаю точно, что есть компании, которые вот этим серьезно вполне занимаются. Это эволюция рынка. Вот расскажите, вы как маркетолог в душе. Приемлете ли всякие виды исследований маркетинговых? Фокус группы, опросы? Или считаете, что это разбудчиво? То, что вот есть позиция, условно говоря, Стива Джобса, когда он смотрит в зеркало и спрашивает, нравится ли ему это. А есть позиция научная. Но есть такое мнение, что есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. И как к этому относиться? Что касается качественных интервью, то мы их делаем сами для себя и проводим исследования клиентов и не клиентов. Нельзя слепо покупать внешнюю информацию, воспринимать это как догму. Это перекладывание ответственности. Вы можете этим воспользоваться как одним из мнений, которое может быть учтено. Но полагаться на это на 100% я бы не рекомендовал. А сами вы собирали, допустим, своих покупателей в фокус-группу, сажали их в душную закрытую комнату с орешками и пытали их по поводу value вашего бренда? Что касается того же Стива Джобса, очень хороший пример. Мне он очень нравится. У него существует группа ребят, которые проникают в разные социальные слои населения и понимают и исследуют на уровне общения за барной стойкой, какие гаджеты, какие тренды, какие программы у людей на уровне потребностей, что может быть им завтра необходимо. Даже не завтра, а послезавтра. О чем они только начинают мечтать. И после этого этот инсайт приходит к великому и могучему Джобсу, образно, как лицу. И компания начинает что-то разрабатывать. У вас есть такие люди? Нет, мы никого не подселяем и не подсаживаем за барные стойки. Мы просто понимаем, что рынки сейчас будут меняться. И как раз опыт интернета очень здорово помогает. Артем, вы выбрали нестандартный путь на 2004 год и выскочили. Сейчас вы уже просуществовали 7 лет. Стандартный брачный возраст. Брачный возраст, да. Второй кризис браком. Значит, вам не хочется еще рвануть? Что-нибудь эдакое и новенькое. Вы знаете, вот, собственно, в каком-то смысле это и происходит, потому что я не воспринимаю себя как оконщика. Да, и так сложилось исторически, и скорее, как я уже говорил, окна меня выбрали, а не я окна. Мне очень нравится заниматься с людьми. Мне люди интересны. И окнами ли занимается компания, маркетингом, дверями или потолками, это все лишь навсего способ взаимодействия с рынком и способ капитализации. Если ты занимаешься людьми, то рынки могут быть бесконечно большими. Если ты выстраиваешь клиент-ориентированную компанию с яркой культурой, как, допустим, это сделал тот же Starbucks, я убежден, что успех Starbucks далеко не в кофе. И я убежден, что если Starbucks завтра решит... Да, потому что кофе там... Ну, кофе, кофе. Кофе хороший, но... А есть нечего взять. Абсолютно верно. Это базовая потребность. Люди ожидают, что кофе будет вкусный, что кофе будет горячий. Но если посмотреть на два магазина, на два шопа, Starbucks и No Name кофе в Нью-Йорке, то вы обнаружите огромную очередь именно в Starbucks. Люди туда пришли не за кофе, они пришли туда за ощущениями. Да. И вот это как раз, вот эта тонкая материя, она интересна. Если мы нормально работаем и клиент довольны, они придут к нам по потолкам и по дверям. Если мы обкосячились, то они скажут, что мы уроды. И такое тоже бывает, потому что мы тоже допускаем ошибки. Вы знаете, тут нам насыпалось куча сообщений с интернета, и некоторые самые смешные прочтут. Да, значит, финанс.фм, пожалуйста, присылайте, там никакой цензуры нет. Мы поэтому безцензурно. Мы сами будем. Мы сами будем. Мы, видимо, имели счастье давать интервью Тинькову. Было, было, да. Это пришло сообщение. Вроде бы за этой компанией Тиньков стоит. Да. Отсюда понятно, как они так быстро и мощно поднялись. Тиньков не стоит, Артем? Тиньков не стоит. Мы скорее Тинькову... А кухна ставили. Тиньков наш клиент по Адвентуму. Один из... По мотивам. Клиент по агентству по Адвентуму. Это тоже яркий пример предпринимателя, который вне рынка, да, он занимался пельменями, потом пивом, сейчас банковскими картами, а завтра он будет заниматься чем-то еще. Но мы не знаем, какой у него банковскими картами, потому что мы следим за миранием сердца, он был на программе, мы говорили об этом. Мы очень за него переживаем, но действительно интересно, получится третий проект или нет. Потому что у него каждый проект нужно надвизить, вот вопрос. Да, да. Нет, у Олега все очень хорошо с банковскими картами, и он большой умницей. Ну, теперь посмотрим, как... Да, мы за него держим пальцы. Еще вопрос. Почему в России не получили широкого распространения окна с газонаполненными стеклопакетами, Сергей? Я даже не знаю, что такое. Как ты не знаешь, ты их поставил в комнату. Да? Расскажите, пожалуйста. Мне нравится спектр вопросов, как мы с вами там... Нет, мы зачитываем с сайта. Нет, то, что приходит, то... Я понял. Газонаполненные стеклопакеты есть, они используются, и, кстати, наш поставщик, стеклопакетов такие стеклопакеты делают. Просто, видите ли, их, эти стеклопакеты, ну, на вкус и на зуб не попробуешь, есть там газ или нет. Да, нюхать его не будешь внутри стеклопакета, он герметичный, его не видно. Обманывают реально. Да, и поэтому люди, они склонны, ну, не верить, потому что ты не можешь это упаковать как какое-то преимущество. Да, там, есть там газ внутри или нет там газа. Цветным газом заполнять, поэтому... Да, технология такая существует, аргон. Да, криптонкси, да. А в чем будут технологии вот завтрашнего дня? Вы, наверное, ездите на всякие выставки мировые, там, смотрите тренды, то есть вот какой вопрос надо решить окнам в ближайшие 5-10 лет? Если мы говорим о продукте, окно, да, вот, то технологии завтрашнего дня в окне, это больше, наверное, вот, ноу-хау будет концентрироваться вокруг стеклопакетов, потому что там самое большое поле для инноваций, как я вижу, да, за счет всяких разных хитрых инновационных напылений. В частности, вот сегодня мы начинаем поставлять на рынок окна с мультифункциональным стеклом. Это действительно инновация, это действительно работает. Это стекло, которое тебе помогает зимой экономить тепло внутри помещения, как обычные окна со стеклом, но вдобавок к этому, оно еще летом не пропускает большую часть излучения внутрь здания. Таким образом у тебя стены и пол не нагреваются, и ты можешь в чем-то сэкономить на кондиционере. Вот в том году я себе такие стеклопакеты поставил, и мне повезло, потому что кондиционеры, установленные кем-то, не работали. Мойные почитают с интернета, у нас просто редко бывают такие, у нас какие-то все серьезные очень комменты, а вот вы завели народ. Финам.фм. Пишет товарищ Тедко, я не знаю, что это такое, Тедко, пишет, такой лапка, интересно, он со своими рабочими так же разговаривает, когда они пьяные заказы запарывают. Вот такой вот. Но у меня на самом деле вопрос, вы очень спокойный человек, вы так же и в работе, и по жизни. Это вам так кажется. Вы буддист. Практически. На самом деле здесь важно понимать, с кем ты работаешь, и какие люди, какая команда находится рядом с тобой. Я думаю, что если вы увидите нашего директора производства, то... У него дергается глаз, и рука дергается. Да, но вот падут вопросы по поводу того, как он разговаривает с рабочими. У него здоровый, лисит, здорованный мужик. Он молчит, да, в большей степени. Но главное здесь быть для рабочих сухоавторитетом, да, и нужно просто понимать, какой человек, да, с каким профилем и с какими навыками и психологическими качествами для какой работы должен подходить, да. Какую роль, это как в оркестре, да. Если мы говорим о предпринимателе как о дирижере, то очень важно расставить на правильные места людей, которые сидят на инструментах, да. И по возможности выбрать на каждую позицию самого талантливого скрипача, самого талантливого ударника, самого скрипача. Сказай, кто у вас самый талантливый скрипач, сейчас я его зачитаю, финансовый директор. Присылал вам сообщение, самое главное качество Артема, как президента компании, умение зарядить людей энергией, верой, его искреннее отношение к сотрудникам. Артем, спасибо вам огромное. Все-таки вы шатым подсыпаете. Да подсыпай. Спасибо. В пищу. В пищу точно. Смотрите, недавно было исследование в «Ведомостях», что... Можно я здесь прокомментирую? Да, конечно. Я бы хотел сказать, что это очень важно, и вот я рекомендую обращать на это внимание всем предпринимателям. Вы не раздавали директорам задания перед тем, как пойти на программу? Нет, не давал. Мне кажется, что основная функция, которую должен выполнять руководитель компании, это создать определенный драйв и определенную атмосферу в коллективе, чтобы людям, чтобы у людей был смысл заниматься этой деятельностью в этой компании. И работать не с КПД паровоза, как это обычно происходит, а хотя бы с КПД, не знаю, в 10-20-30 процентов, это уже будет круто. Потому что обычно... Артем, вы реально классный, но вы совершенно не скромный, вот ни секунды вообще. Нет. Так, отлично. Но я считаю, что каждый должен заниматься тем, что он умеет делать хорошо, да. И я поэтому не общаюсь со своими, там, и не увольняю, там, рабочих в цеху, потому что есть человек, который занимается работой с людьми в цеху. Я бываю на производстве раз в месяц, да. Но я уверен, что этот человек справляется с работой хорошо, и я делегирую ему эти полномочия, да. Я контролирую не процесс, а я контролирую результат. Но вы понимаете, что процесс может свести на нет все ваши методы и усилия. Вот если за красивым, хорошим сервисом последует отратительное качество... Разболтанное окно. Разболтанное окно, то все, что вы вложили, всю душу, которую вы вложили в сервис, все это пойдет на помойку. Абсолютно верно. Поэтому ничто не вечно под луной. Компания делает ставку на людей, и компания смотрит, как люди эту ответственность берут, и как они ее несут, да, и как они с ней справляются. И изначально компания доверяет человеку, который приходит в компанию. И никто не стоит у человека за спиной. Если есть результат, отлично. Если результата нет, значит, это не наша история. Я скажу, что мы сегодня обзваниваем каждого клиента после монтажа, и средний балл у нас идет 4,6 за май месяц. План у нас стоит на этот год 4,7. То есть у вас колл-центр, да? У нас, конечно, колл-центр. Большой? Но около 20 человек, наверное, работает. 20 человек на свой, да? Да, свой. То есть вы не аутсорсите этих функций? Нет, что вы, конечно, нет. Это стержневая. Артем, мне кажется, вы будете безумно полезны нашим слушателям, поскольку у нас бизнес-аудитория, и в основном это бизнесмены от 30 до 50, и это видно и по переписке, и по реакциям потом, как агентство контекстной интернет-рекламы. Потому что на самом деле в России на текущий момент практически нет таких услуг. Те, кто хочет качественно, делают свое. Или не делают вообще. И как бы ищут. То есть вот расскажешь немножко про эту часть бизнеса, это очень важно. Это тоже услуги. И здесь у нас тоже мы имеем дело с оправданными или неоправданными ожиданиями. Мы пользовались долгое время услугами внешних агентств и рассчитывали, что хоть это можно как-то там в нашей стране аутсорсить, и люди за те бюджеты, которые мы платим, будут стараться и выполнять свою работу хорошо. И потом я понял, что хочешь делать хорошо, нужно делать это самому. На тот момент бюджеты уже были немаленькие совсем. И мы открыли спустя какое-то время свое агентство. То есть сначала мы просто выращивали и вынашивали компетенции внутри фабрики окон в интернет-маркетинге. Фабрики окон. Это позволило нам неплохо продвинуться в этом вопросе. И потом мы решили, а почему бы нам эту компетенцию не начать предлагать рынку. В каком году это произошло? Презошло два года назад. Тормально. Больше направлено на то, чтобы освоить бюджет и как-то там открутить рекламу, где люди сильно пока не задаются вопросами эффективности. Вы можете очень коротко, четко сказать функции, что предлагаете? У вас получается откаты меньше, да? Мы стараемся откаты не оплатить, потому что это развращает как сотрудник, так и клиент. Хотя это повсеместная практика, которая, кстати, очень тоже здоровая. Но это то, что влияет на низкое качество рынка, собственно. Да, потому что культура спроса порождает культуру предложения. Я тебе дал 10%, из-за эффективности я тебя не спрашиваю. Как минимум два человека испорчены на всю жизнь. Что мы делаем? Да, вот конкретно выбор функций. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, если совсем коротко, то мы помогаем клиентам эффективно размещать рекламу в интернете. И делать так, чтобы на 100 вложенных долларов человек не доносил еще сверху 100, а чтобы он получал хотя бы, грубо, 200, тогда это хорошая инвестиция в маркетинг. Тогда это инвестиция, а не потерянные деньги. То есть это и заказ на аналитику, и заказ на предпродажную подготовку? Ну, у нас есть небольшой пул клиентов. Мы стараемся работать в основном с клиентами средними и крупными, то есть с клиентами, у которых есть уже интернет-маркетологи на их стороне или вовлеченные собственники бизнеса в интернет, которые понимают, что это такое, чтобы с ним как-то разговаривать на одном языке. Мы стараемся вникнуть в бизнес клиента, мы стараемся изучить его конкурентное поле, мы применяем какие-то свои технологии, свой опыт накопленный на той же фабрике окон и помогаем таким клиентам довольно быстро добиваться хороших результатов. Я думаю, что в сотрудничестве с нами ТКС остался доволен тем, что мы для них сделали. А какой-нибудь проект свой красивый, можно сказать? Ну вот, это Тинькофф. Самый яркий такой, самый одиозный, самый харизматичный проект – это Тинькофф кредитная система. Он партнером является вашим в этом? Он клиентом является. Просто клиентом? Клиентом, нет. Не является, не совместным собственником? Нет, нет, тоже очень продвинутый в интернете, кстати. Очень интересно. Хорошо, Артем, да. Напоследок, несколько пожеланий нашей аудитории, у нас все-таки предприниматели, ваши коллеги, которые, наверное, сейчас находятся, может быть, многие перед выбором как раз… Или окно, или агентство. Или, может быть, работа наемным менеджером. Ну, обращаясь к предпринимателям, я бы хотел сказать следующее. Постарайтесь как можно больше придумать смысла для того, чтобы к вам приходили люди на работу. Да, нужна какая-то идея, да, за которую бы люди хотели бы за вами идти. Если это просто деньги, то это такая… Таких точек дофига, да. То любовь за деньги, да, и всегда найдется кто-то, кто предложит больше, вы потеряете человека. Правильные люди – это люди, у которых внутренняя мотивация, это люди, которые жаждут ценностей и смысла. Если вам этого не даете, то от вас будут хорошие люди уходить, да, и уходить они могут в самые разные места, и будет, ну, отрицательная селекция происходить. Вот, поэтому нужно об этом срочно думать и что-то делать, да, и вокруг себя таких людей объединять. Есть единомышленников, профессионалов, руководителей, которые бы дальше транслировали вниз вашу корпоративную культуру. Если вы это делаете сами, а ваши люди не с вами, то вы, получается, находитесь, ну, вот в таком в королевстве кривых зеркал, и до линейного состава ничего не доходит. Это определит вашу долгосрочную стратегию на рынке. И либо вы с этой культурой победите, создав ее, либо вы проиграете, не создав ее. А сотрудникам я бы порекомендовал бы искать компании, у которых есть какая-то идея, и какая-то, ну, какая-то дополнительная метафизика, то есть, что они дают клиентам, да. Мы строим, пытаемся сейчас это делать, это тоже нелегко дается, искренний сервис, да, так называемую культуру сердца, да, и принимаем на работу людей, которые любят людей, да, и продвигаем людей, которые любят людей, и отправляем на рынок труда людей, которые не любят людей. Вот такая селекция. А клиенты потом голосуют сердцем и кошельком. Хорошо, у нас в гостях было... Ну, мне кажется, что это предвыборная программа, в общем-то. Мы за, мы голосуем. В политику не хотите? Приглашайте. Артем Магабеков, владелец фабрики «Окона» и агентства контекстной интернет-рекламы «Адвентум», а также компании «Фабрика Небес». Вы можете посылать ему сообщение, какой у вас сайт, Артем? Как с вами общаться? Мой сайт или мой адрес почты? Ну, откуда вы принимаете информацию? Фейсбук, Артем Магабеков. Да, так что заходите на Фейсбук или заходите на Финам, и мы обязательно передадим Артему. Нам действительно было очень интересно. Надеюсь, что мы в дальнейшем будем сотрудничать, во всяком случае, точно с агентством контекстной интернет-рекламы. А с нашими слушателями через неделю в 8 часов во вторник услышимся снова. Да, мы ждем вас. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Счастливо.